Смотрите, первое, чего я хотел сегодня сделать, это я хотел, чтобы вы сдали домашку. Если вы не скажете, что у вас не было домашки, то это правда, но сейчас будет. Идея состоит в том, что я хочу, чтобы у нас не было проблем технических с создачей домашки, потому что ее надо сдавать неким хитрым образом. И я хочу сейчас пройти весь полный цикл, я хочу, чтобы вы эту домашку скачали к себе. Я сейчас скажу, где сделали там одну задачу и сдали ее. Я сейчас скажу, как. Смотрите, для того, чтобы скачать домашку, нужно зайти на такой сайт python.mask.info. Давайте я его сейчас кину в Telegram. Я его сейчас всюду кину. Так, сейчас. Вот, и первое, что нужно сделать, это там зарегистрироваться. Нет, это другая система. Когда-нибудь, наверное, я смогу привязать все это к какой-нибудь единой точке авторизации, к какому-нибудь LMS-у, но не сейчас. Вот. Значит, там нужно зарегистрироваться. И после того, как вы зарегистрируетесь, вы увидите вот такой какой-то экран. Вот. Используйте, пожалуйста, вашу RASH-овскую почту, чтобы мне было проще вас сопоставлять аккаунты в этой системе и аккаунты. Самое главное, что нужно сделать при регистрации, это выбрать курс. Он там единственный в списке, но на него нужно тыкнуть. Да, это некое неудачное решение с точки зрения пользовательского дизайна, но я когда-то это написал в 2015 году, и с тех пор не трогаю этот код. Но главное, неважно, на каком языке вы зарегистрируетесь, лишь бы e-mail был RASH-овский. Даже если e-mail будет не RASH-овский, это не будет катастрофой, просто мне будет труднее вас сопоставить. Спасибо. 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 Так, ну как, зарегистрировались? Хорошо. Теперь смотрите, значит, вот у вас здесь есть первая домашка. Значит, если вы сейчас вошли в эту самую систему, вот она. А? Да, значит, можно кликнуть превью, и вы увидите содержание этой домашки. Или можно кликнуть на кнопку IPNB, и у вас скачается IPNB файл. Дальше вам нужно сделать следующее. Ну вот я сейчас скачал этот IPNB файл, и дальше вам нужно перейти снова в Юпитер, вот в это вот окошко, где у вас список файлов. Ну, есть на самом деле два способа. Первый способ – это просто средствами файловой системы поместить тот файл, который вы скачали, куда-то вот сюда вот. Но если вы не знаете, где этот каталог находится, то и неважно. Вы можете просто нажать здесь кнопку upload и загрузить этот файл. Значит, вот сейчас он у меня, я его сейчас из своей папки downloads просто загружу сюда. Вот я его загружаю, upload. Можно делать домашку в PyCharm, в том смысле, что PyCharm тоже поддерживает IPNB файлы, а PyCharm тоже умеет как бы прикидываться юпитеровским клиентам. Но нужно как бы в качестве результата домашки всегда должен получаться IPNB файл, потому что вы его загрузите в специальную систему, она там автоматически проверит. Простите, то есть мы скачиваем IPNB файл на компьютер, потом в юпитере мы его переносим, короче, и открываем его в юпитере. Да, совершенно верно. Ну, то есть можно и не переносить его, по идее, мы просто его открываем в юпитере. Если вы можете его открыть там, куда он загрузился, да, пожалуйста. Окей. Вам главное открыть его в юпитере, чтобы иметь возможность редактировать. Значит, смотрите, важное замечание. Вам нужно выполнять задание прямо вот в этом IPNB файле. Вы можете, конечно, создать новый файл и там как бы использовать его как черновик, но сдается именно тот файл, который вот вы сейчас загрузили, вам его нужно отредактировать, вписать сюда вот в эти ячейки ваше решение и сдать. Значит, чем хорош этот самый IPNB файл? Тем, что там после каждого задания есть тесты. И если этот тест проходится, то, скорее всего, это означает, что вы сделали задание правильно. А если не проходится, то вы можете увидеть сообщение об ошибке и попробовать понять, что вы сделали не так. Соответственно, вот этот самый тест – это такая автоматическая проверка. Для того, чтобы задача была засчитана, автоматическая проверка должна проходить. То есть, если вы написали почти правильный код, который почти правильно работает, но не принимается автоматической системой, задача не будет засчитана никак. Она будет засчитана на 0 баллов. Это немножко такая безжалостная система, но в целом программирование – это такая немножко безжалостная история, если вы совершаете… Довольно часто можно, совершив одну опечатку, удалить все файлы с компьютера или еще что-нибудь в этом роде. И к этому нужно быть готовым. Есть высказывание «with great power comes great responsibility» что-то в этом роде. В общем, когда вы включаете язык программирования какой-то, вы приобретаете большую власть над компьютером, потому что вы можете взаимодействовать с компьютером, как бы минуя интерфейсы операционной системы, которые вас всячески защищают от вас же самих. И поэтому риски ваши возрастают. Короче говоря, нужно быть готовым к тому, что тут не бывает мелких ошибок. Здесь любая ошибка приводит к тому, что у вас ничего не будет работать в лучшем случае. В лучшем случае все сломается. Но из хорошей новости вы можете сколько угодно раз пытаться пройти тесты, вы можете сколько угодно раз пытаться модифицировать свою программу, и более того, вы можете сколько угодно раз пытаться ее сдать в проверяющую систему до дедлайна. После дедлайна работы не принимаются, все дедлайны абсолютно жесткие. Если вы опаздываете на секунду, система не принимает файл, и все. Но это компенсируется тем, что вы можете сдавать задание заранее. Например, вы сделали половину задания, вы его сдали, все, вот это уже зафиксированная отметка, меньше вы уже не получите. А как сдать? Нет, это сейчас отдельный старый, это я сейчас расскажу, как сдавать. Смотрите, давайте вы попробуйте сделать первую задачу. Заметьте, что здесь нужно вписывать решение вот сюда. Вот эту первую строчку, вот эту последнюю строчку нужно оставить в неприкосновенности. Чуть позже будет понятно, что это такое. Если вы знаете, кто такие функции, то вы уже понимаете, что это такое. Если вы не знаете, ничего страшного, вы воспринимаете их как некоторую магию, которая позволяет проверяющей системе работать. Значит, ваш код нужно вводить вот сюда вот, и он обязательно должен идти с отступом в 4 пробела. Но, в принципе, вам Юпитер автоматически будет делать этот отступ, если только вы не заставите его его не делать. Нужно к этому еще приложить специальные усилия. Короче говоря, вам нужно написать ваш код вот здесь. Запустить эту ячейку. Ну, давайте я попробую что-нибудь написать. Допустим, вот я напишу. x равняется input. И здесь, допустим, print x умножить на 3. Я пишу неправильный код. Это неправильное решение этой задачи. Вот. Ну, вот я запускаю эту ячейку. Дальше мне предлагают ввести какой-то ввод пользовательский. И дальше, по идее, мне должны были ввести 3 числа. Ввелось одно число. Ну, в общем, короче говоря, моя программа явно неправильная. И если я сейчас попробую запустить тестовую ячейку, она выдает ошибку. Значит, если она выдает вот такую ошибку, name tester is not defined, это просто означает, что вот здесь нужно запустить вот такую вот магическую ячейку, без которой тоже ничего не работает. Не пытайтесь понять, что здесь написано. Я это когда-то написал 5 лет назад, и сам уже не понимаю, что тут написано. Вот. Значит, но главное, что без этой ячейки ничего не работает. Вот. С этой ячейкой, в общем, тоже не работает, потому что в данном случае уже не работает, потому что у меня программа неправильная. Видите, вот я здесь вижу какое-то сообщение об ошибке. Если тестовая ячейка выполняется молча, без сообщения об ошибке, значит, все хорошо, тест пройдет. Если она как-нибудь ругается, возникают какие-нибудь асерты, или еще что-нибудь в этом роде, какие-нибудь ошибки, значит, какая-то ошибка. Скорее всего, в вашем коде. Может быть, в тесте. Ячейки с тестом лучше не менять. Давайте вы сейчас попробуйте сделать первую задачку. Ну, хорошо, давайте я сразу скажу, как сдавать. Смотрите, сдавать в обратном порядке к тому, как вы этот файл получали. Значит, дальше вам нужно вот этот файл как-то назад вернуть. Опять же, вы можете просто зайти в тот каталог, в котором мы сейчас живем, но это еще нужно найти его. Но можно сделать проще. Можно сделать файл download.s, notebook. Вот так вот. И дальше вы просто скачаете этот файл. После этого вам нужно его загрузить в эту же систему, вот сюда вот, загрузить работу. Значит, вам нужно загрузить сюда эту IPNB-шку. Вот я ее загружаю. И дальше она на сервере автоматически проверяется. На самом деле, проверяется она банальным образом. Она просто запускает весь ноутбук с первой по последнюю ячейку и смотрит на то, что происходит с тестовыми ячейками. Если тестовые ячейки не выдают ошибки, то он засчитывается от этой задачи. Ну, вот сейчас можно посмотреть на результаты проверки. Вот видно, что я получил 0 баллов из 16 за эту работу. Вот, значит, на вот эту вот ошибку stdin.notimplemented.error не нужно обращать внимание. Она, это какая-то, некоторая особенность проверяющей системы. Вот. Ваша задача сейчас – сдать первую задачку из этой домашки. Как открыть? Смотрите, значит, открыть так. Во-первых, вы скачиваете IPNB-файл из системы. Так, где у меня эта система? Система, система. Вот она. Чтобы скачать, вам нужно кликнуть вот сюда вот по ссылке IPNB. Значит, в некоторых ситуациях может скачаться файл с расширением не IPNB, а с расширением JSON. То есть будет написано что-нибудь вроде ps01.json или ps01.ipnb.json. В этом случае его нужно переименовать так, чтобы у него расширение было .ipnb. Просто переименовать. После того, как вы его скачали, вы заходите в Юпитер, вот сюда вот, нажимаете здесь кнопку «Аплоат» и загружаете скачанный файл в ваш рабочий каталог, в котором у вас все эти IPNB-шки лежат. После этого просто запускаете. Илья, извините, а вот ошибка, которая nameTesterIsNotDefined, как ее исправить? Значит, если у вас возникает ошибка testerIsNotDefined, вам нужно запустить вот эту ячейку. А, все, спасибо. Где определяется класс теста. Ну, например, вы, в принципе, его нужно запустить один раз. Но если вы, например, ее запустили, а потом перезапустили ядро, то Питон все забыл, и эту ячейку нужно запустить еще раз. Извините, пожалуйста, а можете еще раз показать, как сдавать? Как сдавать? Смотрите, значит, вы просто… Ну, во-первых, вам нужно снова раздобыть этот IPNB-файл. Проще всего это сделать так. Из Юпитера сделать Download as Notebook. И дальше вы его получите. Он у вас скачается уже с вашими модификациями. И дальше вам нужно кликнуть вот сюда, загрузить работу и сюда его сдать. Все, пока, спасибо. Да, и значит, если тестовая ячейка ничего не говорит, молча выполняется, и там не висит вот здесь вот звездочка какая-нибудь, то значит, все хорошо, тест прошел, и никакой ошибки нет. Значит, скорее всего, все правильно написано. Я хочу, чтобы был пройден весь цикл сдачи работы. Это означает, что я хочу, чтобы вы сдали хотя бы одну задачу. Ну, я думаю, что вы можете решить первую задачу, не слишком потратить, не слишком много времени. Но если вдруг возникают проблемы с ней содержательные, то как раз сейчас самое время, чтобы я вам с этим помог. Еще раз, пожалуйста. Значит, смотрите, итоговая оценка ставится за последнюю работу. Тут, на самом деле, есть еще некоторая хитрость с оцениванием. Смотрите, про каждую домашку известно, какое максимальное количество баллов за нее можно получить. Но при этом формально в домашке может быть задача на большее количество баллов. То есть это означает, что у вас есть некоторая свобода в том, какие задачи решать. Например, вы можете решить три простые задачи или одну сложную. И итоговая оценка будет одинаковая, допустим, максимум. Значит, про каждую задачу сказано, сколько за нее баллов. Если не сказано, значит, один балл. Да, в моем. Но я считаю, что сложность коррелирует. Да, смотрите, вы можете сдавать работу сколько угодно раз. Засчитывается последняя с данной до дедлайна. Мы скачали файл с заданием или уже с вашей работой? Как отправить? Как отправить? Смотрите, значит, вы скачали файл, уже выполнили. То есть вы выполнили задачу. После этого вам нужно зайти снова в эту систему и здесь вот кликнуть вот сюда вот по кнопке «Загрузить работу». Да, вам нужно внести решение в этот IPNB файл и отправить их вот сюда вот на сервис. Это всегда так будет. Спасибо. Спасибо. На сервис. Если не нужна, значит, я наживаю. Спасибо. Спасибо. edi bemildo. Спасибо. 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 Он автоматически проверяет. Вот сейчас он мне говорит, что я бы набрал 0 баллов. Если у вас будет больше 0, то… Вместе, а можно вопрос? Ребята, можете написать в чате, у нас сколько домашних будет? Обратите внимание, что, как я уже сказал, это довольно безжалостная штука. Например, если у вас в ответе должна быть строчка, в которой нет пробела, а у вас есть пробел в каком-то месте, то ответ будет значительно как неверно. Ну я не знаю, я просто это как пример привел, но где-то, где-то… Да, вводить можно, ну, в смысле, не по воздуху, а там выводить что-то не важно. Если, допустим, у нас в лошадке… Ну там типа… Ну, какой-то пример… Может и стекло… Кто-то, знаете, дает штуку… У нас получится… Ну, да, не застал… Спасибо. Ну, не застал… Ну, мы сейчас… Ну, мы сейчас сам контролируем… Мы сейчас… Ну, это… …вот… Ну, это… Оль, домашних планируется много, типа, в каждую неделю по домашке. По крайней мере, в начале, по крайней мере, в первом семестре. Ой, извините. Оля, Оля, а можешь написать, пожалуйста, в чат, сколько, а то я что-то прослушиваю. Каждую неделю. Ага, спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ну что, поехали, наверное, дальше. А то у нас в этой домашке не только тема вчерашнего занятия, но и тема сегодняшнего занятия. Так что в наших интересах обсудить эту тему. Смотрите, значит, история, которую я сегодня хотел рассказать, это история про то, что бывают структуры данных, которые содержат не просто отдельные числа или отдельные строчки, а бывают структуры данных, которые содержат в себе как бы некоторые коллекции каких-то элементов. Ну и первая такая штука, с которой мы столкнемся, называется списком, лист. Если вы проходили какой-нибудь курс по алгоритмам и знаете, что бывают односвязные списки, двусвязные списки и так далее, забудьте про это. То, что в питоне называется списком, не имеет никакого отношения к этой вот всей штуке. Ну, давайте я покажу, как устроены списки. Значит, вот я сейчас создал список. Я назвал этот список словом, переменную назвал myList, а не просто лист. Потому что просто лист – это тип данных, название типа данных, в частности, он используется как конструктор, как функция, которая пытается превратить то, что ему передали, в список. Поэтому переопределять это слово нежелательно, поэтому я сказал, что у меня есть список myList. Ну, на практике вы, как правило, не называете список списком, а на практике вы, как правило, называете список тем, что он должен быть. Допустим, список имен студентов будет называться student names, скорее всего. Значит, списки создаются вот так, вот с помощью квадратных скобок. И между этими квадратными скобками через запятую перечислены элементы списка. И дальше можно посмотреть. Ну, во-первых, можно просто посмотреть на этот список. Он вот такой. Тут ничего особо интересного. Он просто выводит его как есть. Но интересно обращаться к каким-то конкретным элементам этого списка. Например, я могу посмотреть, что находится в ячейке под номером 2. И как вы думаете, что я получу? Вопрос, естественно, к тем, кто никогда раньше не работал с Python. Значит, вот квадратные скобки говорят нам, здесь они говорят нам, что нам нужно выбрать элемент с вот таким вот индексом. Значит, элемент с индексом 2 – это, конечно, число 30. Если вы непривычны к этому, то привыкайте, Python нумерует элементы в списках, начиная с нуля. То есть вот это элемент номер 0, это элемент номер 1, это элемент номер 2 и так далее. Вот. Да. Не знаю, мне не удаляют, вот смотрите. В Python нумерация обсуждаются с нуля, потому что это очень удобно и логично. И это на самом деле так. Чуть попозже будет видно, почему это так. Вот. Ну, окей. Давайте я все-таки сделаю вот так вот, наверное. Так вот еще видно? Нормально? А то иначе у меня совсем нет места на экране. Вот. Ну, давайте смотреть, значит, чего еще можно сделать? Можно элемент в списке поменять. То есть вот у меня оператор присваивания может записывать не только в переменную, но и в какую-то конкретную позицию в списке. Вот, например, я говорю, что в позицию номер 2 я записываю теперь число 150. И после того, как я это сделал, у меня список превращается вот в такой. То есть вместо вот этой тридцатки у меня теперь записано сюда 150. Вот. Ну, какой дальше возникает естественный вопрос? Значит, про сортировку поговорим чуть позже. Это отдельно большая история. Ну, вот смотрите, значит, вот с помощью вот такого вот штуки можно переписывать те элементы, которые в списке уже есть. Ну, дальше. Да, дальше возникает вопрос, а как бы добавить элемент в список? Вот сюда вот я хочу приписать что-нибудь. Да, после вот этого сотого элемента. Как бы это сделать? Ну, вот сделать это вот так. Значит, какой, кстати, номер будет у этого элемента? 0, 1, 2, 3, 4, да, 5. Ну, вот сделать вот так не получится. Вам скажут, что вы пытаетесь записывать элемент на какое-то место, которого не существует. Да, значит, смотрите, есть вот такая вот штука. Давайте посмотрим еще раз на то, как выглядел MyList. Теперь я делаю такую вещь, mylist.append, и дальше пишу, что я хочу добавить в список. Значит, во что такое вот этот append? Да? Какой вопрос? Вот, смотрите. Значит, это специфическая штука, это называется вызов метода объекта. В данном случае вызов метода списка. Значит, как бы вот эта вот штука, это, в принципе, такая функция. Но это функция, которая действует на вот этот объект, на вот этот список. То есть я говорю, что мне нужно не просто куда-то приписать число 1500, а я говорю, что мне конкретно к списку MyList нужно приписать число 1500. Мы с такими вещами еще будем сталкиваться. У разных объектов есть разные методы. Методы – это как бы действия, которые можно совершать с каким-то объектом. В данном случае у нас есть объект список, и с ним можно совершать разные действия. Например, можно дописывать в него элементы в конец. Сейчас я не совсем понял, что вы спрашиваете. Может быть, вы случайно insert нажали? Вот. Окей. Да, смотрите. Вот эти квадратные скобки – это штука, которая показывает, что я обращаюсь к элементу вот этого списка с вот таким номером. А вот эти вот круглые скобки используются при вызовах функции. Append – это функция. MyList – это список, это не функция. И вот здесь я не вызываю… На самом деле, я вызываю где-то под капотом какие-то функции, но смысл в том, что здесь я просто обращаюсь к элементу за одним номером. В смысле, вот эта вот штука, правильно? Поэтому она выдала ошибку. 1500 я просто решил добавить, потому что мне так захотелось. Если вы хотите добавить элемент внутрь списка так, чтобы он как бы расширился, да? Есть метод, который называется insert, который это позволяет сделать. Например, можно сделать вот так. Значит, вот я вставил элемент на второе место, и при этом все остальные элементы съехали вправо. Раздвинуться. Вот. Удалить. Давайте удалим что-нибудь. Вот давайте добавили сначала, а теперь удалим его. удалить вот так. Значит, сам по себе список имеет тип данных list. Вот. А элементы на самом деле имеют… Ну, в данном случае это int. Но, в принципе, можно создать список, в котором разные типы данных. Можно создать какой-нибудь вот такой список. И здесь, значит, тот факт, что это именно разные типы данных, он никак ничему не противоречит. Списки могут быть, как говорят, гетерогенными. То есть они могут быть… Они могут содержать элементы разных типов. Это, как правило, довольно редкая ситуация, но иногда бывает полезно. Да, вот, значит, я сначала создал здесь… Сначала создал… Значит, добавил элемент на первое место, потом его удалил. Да, он его не заменил, а он его именно вставил между двумя. Ну вот, смотрите, вот у меня был вот такой список, да, 10, 20, 150 и так далее. А дальше я поставил… Да, дальше я поставил на позицию номер один, то есть вот на эту позицию. Я вставил элемент 99. Он вставился, а все последующие, они сдвинулись справа, чтобы освободить его место. Это не замена. Замена была бы, если бы я написал бы mylist от единицы. Замена как раз вот так вот работает. Вот эта замена. Вот, ну, собственно говоря, если вы просто напечатаете print чего-нибудь, вы получите вот такую вот штуку. Ну, на самом деле, это будет строй, если вы сделаете вот так. Можно сконвертировать массив в строку, ну, вот таким вот образом. Точнее, список. Это, как правило, не то, что вы хотите, но так можно сделать. Нет, нет, смотрите, вот это вот, это не список, а состоящий из строк, а это строка, которая устроена так. Квадратная скобка открыта, 1, 0, запятая и так далее. Нельзя. Как сконвертировать все элементы в списке в другой тип, это мы сейчас поговорим чуть-чуть попозже. Вот. Хорошо, смотрите, значит, что еще можно делать? Например, есть еще вот такая штука. Допустим, что вам нужен не один элемент списка, допустим, третий, а несколько элементов, допустим, вот такие вот. Значит, вот такая вот штука, она называется срезом, называется слайс. Слайс, срез. Значит, как она работает? Вы... Значит, вот смотрите, вот у меня был исходный список вот такой. И если я теперь... Я, наверное, насчет семи, это я погорячился. Давайте... Давайте до пяти. Вот. Значит, как эта штука работает? Она создает новый список, который устроен так. Значит, он включает в себя все элементы нашего исходного списка, начиная с вот этого элемента и заканчивая элементом перед вот этим. То есть, видите, здесь, значит, 3.5. То есть, это означает, что у нас в новый список включаются элементы с индексами 3, 4. Элемент с индексом 5 не включается. Все срезы в питоне, они устроены так. Это как бы такой полуоткрытый интервал. Он слева открыто, справа... То есть, он слева включает в себя этот элемент, а справа правую границу не включает. Вот. Это, на самом деле, тоже очень удобно. Вот. Можно сделать вот так. Смотрите. Значит, вот это означает от элементов с индексом 3 до конца. Да, могу. Ну, я добавил число, но мог бы добавить объект другого типа. Значит, несколько элементов. Сейчас покажу. Вот. Да, это тоже можно сделать. Будет. Значит, смотрите. Значит, если вам нужно добавить несколько элементов, посмотрите, у нас был списочек MyList, а я к нему решил добавить несколько элементов. Это можно сделать вот так. Нужно использовать метод Extend. А метод Append принимает на вход один элемент. А метод Extend принимает на вход список и дописывать этот список в конец. То есть, как бы Extend позволяет добавить сразу несколько элементов. Добавление что? Можно, в принципе, можно делать вот так. Например, вот у меня есть... Например, я хочу между вот этой двадцаткой и вот этой сто пятьдесяткой добавить несколько элементов. Я могу это сделать вот так, например. Как бы я могу присваивать срезом. Да, да. Вот. На самом деле, на удивление... Сейчас много вопросов по поводу того, как модифицировать список внутри него. На самом деле, на удивление, как правило, это требуется довольно редко. Как правило, вам чаще нужно из существующего списка создать какую-то новость. И я сейчас, значит, через какое-то время мы обсудим, как это делать. Вот. Например, операция... Ну вот почему, например, операция добавления элементов в конец выделена отдельно? Дело в том, что для того, чтобы добавить элемент в конец, как бы вам... Это, как правило, быстрая операция, потому что вам не нужно ничего сдвигать. Для того, чтобы добавить элемент в начало списка, вам нужно освободить для него место. Для этого вам нужно все элементы сдвинуть вправо, И на самом деле компьютер делает это довольно медленно, конкретно в Питоне. Ну, медленно по его меркам, не по нашим. По нашим меркам все, что он делает, это мгновенно. Но если вы применяете какой-то алгоритм к какому-нибудь огромному количеству данных, то вам уже становится важным, что быстро, что медленно с точки зрения компьютера. Потому что когда вы делаете одну и ту же операцию миллион раз или миллиард раз, даже если она сама по себе очень быстрая, примененная к чему-нибудь очень много раз, она может оказаться не очень быстрая. Можно создавать списки списков. Элементами списков могут быть тоже списки. Мы про это еще поговорим. Не совсем понимаю, что вы хотите. Вот я добавил три нуля вот сюда. Но сейчас все-таки не понимаю, вы хотите сделать вот так? Да, можно так сделать. То есть у нас получился такой список, у которого вот этот элемент число, вот этот элемент число, вот этот элемент другой список. Такое бывает. Ну, вот конкретно такого бывает скорее редко, но списка списков – это вполне хороший объект, мы с ним будем сталкиваться. Вот чтобы получить вот эту единицу, вам нужно сделать вот так. Вам нужно получить второй элемент вашего исходного списка. Он сам список, и вам нужно от него взять, например, нулевой элемент. И вы получите вот эту единицу. Будет, будут, будут и матрицы. Дойдем. Дойдем до Ифов. Погодите, не все сразу. Все будет. Давайте дальше смотреть. Смотрите, значит, есть еще такая штука. Я говорил про срезы. Значит, вот так можно получить. Ладно, давайте я все-таки создам какой-нибудь нормальный список, а то этот список нас будет пугать. Давайте какой-нибудь понятный список. Значит, вот я говорил про срезы. У срезов бывает... Бывает третий аргумент. Он позволяет идти с некоторым шагом. Вот, например, вот такая штука. Это я иду по моему списку, начиная со второго элемента, не доходя до шестого, с шагом два. То есть как бы я перескакиваю. Видите, у меня здесь было 20, 30, 40, 50, а здесь просто 20, 40, потому что я перескочил через два элемента каждый раз. Через один элемент. А еще можно таким же способом делать вот такие штуки. Например, вот так можно записать список справа налево. В общем, со списками, на самом деле, можно делать много всяких разных штук. Более или менее что угодно. Значит, вот этот, в итоге, это шаг, с которым вы движетесь. То есть, например, если мы движемся с шагом два, то это означает, что мы берем каждый второй элемент. А шаг минус один означает, что мы движемся наоборот, не слева направо, не прибавляем к индексу номера, а наоборот справа налево. Вот. Да, смотрите, еще со списками можно делать вот такое. Смотрите. Вот. Как вы думаете, что получится? Да, ну вот на самом деле плюсик точно так же, как для строчек. А для списков плюсик работает как конкатенация. Вот. Вообще, кстати, если говорить про строки, то строки в какой-то мере ведут себя похожим образом на списки. Например, я могу от строк тоже брать элемент по индексу. Вот, например, вот это, это вот эта буквка L. От строк я могу брать всякие срезы. Вот, например, срез. Я могу строки переворачивать. В общем, со строками тоже можно делать такие вот штуки. Вот. А еще, смотрите, вам еще может пригодиться вот такие вот вещи, особенно в этой самой первой домашке. Вот, смотрите. Вот. 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 Значит, можно разбивать, разбивать строки по каким-то разделителям. Вот, например, я сейчас разбил строку sentence. Ну, хорошо, давайте я сначала покажу вот такую штуку. Например. Вот, смотрите, я сейчас разбил строку sentence по высказательному знаку. То есть вот у меня была строка, в ней был высказательный знак. Давайте я даже сделаю два высказательных знака, чтобы было интереснее. Значит, метод split строки возвращает список, который получен из исходной строки путем разбиения. В качестве разделителя используется вот эта вот штука. В данном случае разделитель – это высказательный знак. То есть, смотрите, у меня получилось после разделения, у меня получился список из трех элементов. Первый элемент – это hello world, то, что левее первого разделителя. Второй элемент – это пробел. This is a test. То, что идет после второго разделителя и до третьего разделителя. А третий элемент – это пустая строчка. То, что идет после последнего разделителя. Вот. Тут, правда, важно, вот такая очень распространенная причина проблем. Сама строчка sentence не изменилась. Вообще строки в питоне неизменяемы. Вы не можете модифицировать строку. Вы можете создать новую строку и существующую, но модифицировать вы ее не можете. Когда я сделал вот такой вот sentence.split, он мне создал новый список и вернул его. То есть, если я хочу в результате вот этой штуки как-то использовать, я должен, например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Я могу. К символу можете. Ну, особенно к символу. Вот здесь я показывал. Видите? Но если вы хотите обратиться теперь к первому, вот, допустим, вот вы разделили, вы разделили вот этот самый sentence по высказательным знакам, и теперь хотите обратиться к вот этой вот первой части. Делается это, например, вот так. То есть мне нужно вот эту вот штуку, мне нужно ее, допустим, присвоить к какой-нибудь переменной, и дальше от этой переменной взять элемент с индексом node. А сама переменная sentence, какой была, такой и осталась. Вот сама исходная строка, она никак не поменялась от того, что я сделал split. Не можете. Вот такую вот штуку вы не можете сделать. Нельзя. Значит, в питоне строки являются неизменяемыми. Вот в отличие от списков, вот внутри списка вы можете что-то модифицировать, прямо внутри. Обратиться можете. Разрешите обратиться. Разрешаю. Обратились. А поменять нельзя. Нет, нету. Значит, в питоне нет отдельного типа данных для символов. Как бы символ – это просто строка, состоящая из одного символа. Ну, скорее всего, вам не нужно это делать. Скорее всего, вам нужно использовать регулярное выражение или еще что-нибудь в этом роде. Но если очень хочется, то, в принципе, да, вы можете, ну, я не знаю, вы можете сконвертировать, например, я могу сконвертировать строку в список. Да, пожалуйста. Вот я сконвертировал строку в список. Нет, нет. Вот если вы делаете вот так, то он воспринимает строку именно как набор отдельных символов. И у него есть понятие об отдельном символе в строке. В частности, вот когда я делаю вот так, вот понятно, что он мне берет четвертый символ, пятый символ из строки. Но отдельного типа данных под названием character у него нет. То есть вот у этой штуки, если я посмотрю на тип этой штуки, она будет тоже стр. Точно так же, как тип всей строки. Да, вот отрицательный шаг в строчке. Смотрите, значит, считается так. Он будет начинать символом под номером 6 и будет уменьшать индекс до тех пор, пока индекс не станет равным 2. Ну, то есть вот смотрите. Значит, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, элемент с индексом 6 – это вот этот пробел. Потом будет элемент с индексом 5, 4, 3. Элемент с индексом 2 уже не включается, потому что правый конец среза никогда не включается. Можно, да. Значит, смотрите, вот если вам нужно… Вот смотрите, вот так можно получить начало строки. Вот так можно получить конец строки. Вопрос. А как получить всю строку? Просто двоеточие, да. Теперь, если я хочу пройти с отрицательным шагом, как это сделать? Да, вот так. Ну, просто вот это вот… Ну, как бы алгоритм создания среза такой. Вот, допустим, у меня вот такая штука, да. Алгоритм способствования среза такой. Я начинаю с элемента с индексом 3. Беру этот элемент. Вот она, вот эта вот буква 0, 1, 2, 3. Вот она, вот эта буква L. Дальше. Я прибавляю к индексу двойку. То есть у меня теперь элемент с индексом 5. Это вот эта запятая. Вот она, эта запятая. Дальше я, по идее, должен прибавить двойку еще раз. Но когда я прибавлю, я получу 7. 7 – это больше либо равно 6. Поэтому на этом процесс останавливается. Если индекс отрицательный, то это означает… Если вот этот шаг отрицательный, то это означает, что я просто не прибавляю, а наоборот, вычитаю. И поэтому движение происходит справа налево. Поэтому, в частности, вот эта штука больше, чем вот эта штука. Давайте попробуем. Он как бы начинает работать и сразу же заканчивает. Поэтому он создает пустую строку. Угу, да, да, да. Скобки? Ну, я думаю, что у вас там не строка, а список. Я думаю, что у вас S – это не строка, а список. У меня S – это строка. Да. Нет, в первой домашке нельзя ничего такого. Сейчас, я не помню. Сейчас, я не помню. Про что там 6-7 задача? Там нельзя пользоваться форматированием строк, но можно пользоваться конкатенацией строк. Конкатенацией. Что вы делаете? Удваиваете строки. Не помню. Посмотрите, что там написано. Не написано, что нельзя, не написано, что можно. Вообще ничего не написано. Ладно, я посмотрю. Ну, ладно, я посмотрю. Можно там этим пользоваться или нет. Так, и давайте я на всякий случай еще раз посмотрю на эти задания и проверю, не нужно ли там что-нибудь сейчас запретить. Так, смотрите. Да, давайте еще одну штуку покажу, то, что может быть полезно. Да, значит, я показывал сплит. Давайте вернемся к сплит. Значит, вот у меня был сентенс. Значит, если я передаю сплит без аргументов, то он в качестве разделителя использует пробелы или последовательности пробелов, или последовательности так называемых пробельных символов. Вот смотрите, если у меня, например, вот такая вот штука. Значит, вот такой вот штукой, backslash n, обозначается символ переноса строки. Если я сейчас напечатаю вот эту переменную, то видите, как она отображается. Значит, там, где вот здесь написано backslash n, там на самом деле вот это... Вот здесь нет на самом деле отдельного символа backslash и отдельного символа n. Это оптический обман. На самом деле здесь написан специальный символ, который называется символом переноса строки. И он как раз говорит, что когда я эту строчку печатаю, что в этом месте просто нужно начать строчку сначала. Нет, если вы сделаете вот так, то он сделает вот он, вот он, backslash n. Так вот, если я сейчас сделаю вот так, то, как видите, вот в этом случае сплит разбивает по пробелам, по символам переноса строки, и даже вот эту вот пару символов переноса строки он считает одним разделителем. Ну, вот это, на самом деле, распространенное сценарий, когда вам нужно сделать именно так. То есть, если у вас есть... Ну, вот этот способ разбить строчку как бы по словам. Даже если у вас между словами, например, несколько пробелов или не пробелов, а перенос строк, то он все равно сделает это как бы правильно. Знаки припинания он считает частью слова. Ага. Ну, вот такие штуки. Ну, вот такая штука тоже, форматирование строк. Или вот такая штука. А? Да. Да, значит, есть? Да, есть способы вставить... Есть способы вставить внутрь строки значения каких-то переменных или каких-то выражений. Ну, я про это еще отдельно потом поговорю, наверное. Да, так вот. Не было ничего. Да, IPNB-шка, IPNB-шка я выложу. Смотрите, значит, последняя штука, которую я сейчас хотел показать, связанная со строками, вот такая. Смотрите, вот есть операция сплит. Значит, есть операция сплит, которая делит строку по кусочкам. Но довольно часто возникает необходимость сделать обратную операцию, когда у вас есть список из состоящих строк, и вы хотите, наоборот, склеить из него одну строку. И для этого нужно сделать вот такую штуку. Например, вот так. Значит, есть метод... Значит, вот эта вот штука, join, это метод строки. То есть вот я здесь написал строку, пробел, и к этой строке применил метод join и передал этому методу на вход в список. Представьте, у меня получилась строка, которая получена из моих элементов этого списка путем вот такого вот склеивания. Здесь могло быть не только пробел, здесь могла быть любая строчка. Вот, например, я склеил по высказательным знакам. Или, например, я могу здесь написать, я не знаю, что угодно. В некотором смысле, да, в некотором смысле операции splitted join взаимно обратно. Значит, вот я сделал вот такую вот переменную words, дальше я ее сплитну, и получилась вот такая вот штука. Вот, а теперь я его назад склеиваю, но в качестве клея можно использовать разные символы. List of words это я просто, ну вот, окей, я мог бы, давайте еще какой-нибудь. Вот, допустим, у меня список, состоящий из двух слов. Hello world. И теперь я могу их как-нибудь склеить, например, по запятой пробелу. Ну вот это как бы взаимодействие строк и списков. Видите, можно сделать, можно разделить строку на кусочки и сделать список из этих кусочков, а можно наоборот, из списка строк склеить строку побольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!